всем привет дорогие друзья и любители танковых побоищ сегодня мы с вами посмотрим на бойню в исполнении игрока с ником годзилла бро играет он на премиум нам t54 е2 и в самом начале он понесся на центр чтобы отсюда судя по всему дать свет по тяжам которые поедут налево да вот он смотри как bk 168 01 словил лампу но продолжает дурачок такой не здесь куда-то там вперед буквально за считанные секунды остается он уже половинчатые наш боец видя такое дело включает адреналин и начинает этого бедолагу обрабатывать только в третий раз да хороший в третий раз тоже залетает в общем bk 168 01 буквально за считанные секунды остался буквально на волосок от ангара поэтому друзья мой вам совет если уж вы словили лампу то лучше всего где-нибудь спрятаться переждать и хорошенько поддумать стоит ли ехать туда куда ты изначально планировал ехать в общем то ладно я думаю что вы и без меня конечно же все это знаете тем временем мы видим что bk там доживает свои последние минутки за ним там уже целая туса поехала из нашей команды и естественно ловить с ним нашему бойцу нечего наш герой несется поближе к вражескому респу отсюда он будет пытаться по кому-нибудь пострелять тут главное конечно не получить от вражеских пт которые очень любят сидеть на горе вот она вафля смотри как засветилась получает она на 315 но к сожалению по ней больше никто не скинулся поэтому вафля практически фуловая откатывается в сейф конечно же это очень плохо ехать теперь туда крайне опасно потому как она по-любому теперь будет пасти но наши ребята не осознают всей этой опасности и просто несутся видимо уже по инерции куда-нибудь вперед горилла бро понимает что а раз уж противники полностью разнесли ст и направление то скорее всего они также как и наши по инерции несутся к нам на респ в общем-то наш боец понимает что просто так тылы оставлять ни в коем случае нельзя к тому же атаковать особо-то некуда на вражеском респе сидят две пт и переть там особо смысла никакого нет уж лучше действительно встретить тех кто заходит в кормушку вот он чифик заехал ну-ка чифтейн держи-ка хорош нормально улью и тут еще ему усятинка подъехала счет тем временем 13 наш герой пеленгует нужна помощь но естественно никто на это внимание не обращает все как-то занимаются своими делами кто-то рашет кто-то пушит кто-то давит кто-то кушать вообще пошел не знаю поэтому наш боец здесь остался один одинешенек откатывает он назад но маусятина смотря активировал опять же все свои киберспортивные прибамбасы адреналин форсаж и несется ой-ой-ой хорош на 325 при этом еще и сам танканул включает наш боец адреналины надо срочно развальцовывать этого киберспортсмена уж простите друзья с вашего позволения назову этого мауса так заходит акула к нему в борт и отправляет его в ангар честно говоря глядя на таких маусов хочется сделать одно но тем временем счет 2 5 естественно не в нашу пользу еще катается чифик которого срочно нужно пенетрировать у нашего бойца есть практически 3000 нанесенного урона но этого слишком мало для того чтобы одержать победу подъезжает йохушка надо срочно в два свисточка отправлять этого чифа на заслуженный покой уже смотри-ка уже сзади все уже заехали сзади но тут уж как говорится друзья пан или пропал ну-ка ну-ка да хорош минус чиф второй раз прилетает от этого негодника ты смотри-ка заехал в кормушку и начал пристраивать свою пеструшку ну-ка стоять держи с поджогом но справа заезжает химера выдает на 437 там чуть дальше стоит еще и вафля вафля шотная можно ее минусовать да отлично минус вафля удалось попутно танкануть 640 су-130 начинает упорку наш боец в полном окружении но ему каким-то чудом удалось танкануть кормой химеру скорее всего су-130 очень жалеет о том что он вот так вот взял и упоролся ну что ж сушка досвидули тем временем химера несется со стороны тыла но фугасом дает в орудие и не отправляет нашего бойца в ангар держи за это тебе 315 как говорится в напутстве на дорожку тебе раз уж ты так разогнался химера снова выезжает получает а хотя нет не получает на этот раз уж что-то я разогнался ой-ой-ой ты глянь-ка 704 выкатил но к счастью дал в землю есть у нашего бойца преимущество по дп ему надо минусовать 704 до минус 704 и химера снова кидает куда-то мимо мне кажется что у этой химеры просто жестко открутили ну-ка по башенке хорош на 267 с голды в общем-то остается наш акуловод один на один с этой невезучей химерой вот вафля пишет фугас но у вафли в принципе других предложений быть наверное не может это же вафлевод это примерно то же самое что и бабаховод у них там в голове одни фугасы чтобы он без рикошета да действительно рикошет здесь конечно вообще не нужен но как бы то ни было наш герой не прислушался к вафли он загрузил подкалибер голдовый развернулся в правую сторону и ждет химеру именно отсюда периодически поглядывая налево ну что ж посмотрим посмотрим настолько ли химера окажется коварной невезучий ст водиной да вот он подъезжает как раз аккурат под прицел нашему бойцу в общем-то друзья вот такая вот бойня которая лично меня действительно заставила понервничать просто какой-то самый натуральный бой триллер на т-54 едва кстати у кого есть акула напишите в комментариях что вы о ней думаете мне кажется что танчик очень годный вот собственно наш боец нафармил 150 тысяч серебра но наверное это не удивительно при таком-то экшонистом сражении а в общем-то для тех кто думает что наш герой это твинг играл против новичков нет он не твинку у него уже большое количество боев вот пожалуйста 20 но 19 тысяч боев то есть это обычный игрок такой же как и мы с вами которому просто безумно под просто реально безумно повезло то что его химера дважды не пробила в корму потом мазал в упор 704 мазала снова химера это самое настоящее счастье реально этот бой это бой знаешь а вот тот случай когда сошлись все звезды вот кстати химерка тоже в принципе далеко не рак нормальный обычный такой же как и мы с вами игрок просто в этом сражении ему реально пипец как не повезло я не знаю что нужно сделать чтобы тебе так откручивали но этому парню явно очень сильно открутили я считаю что обои заслуживает вашего внимание вот кстати статистика нашего годзиллы и кстати я только сейчас понял что я его ник прочитал до этого неправильно я говорил горилла бро оказывается годзилла бро только вчера смотрел конг против годзиллы как я мог так завтыкать в общем то ребятки вот она статистика нашего сегодняшнего годзиллы как видите действительно но он понятно покруче среднего он больше ближе точнее кстати 100 но в этом побоище ему реально безумно везло надеюсь вам будет вести также на этом у меня все дорогие друзья всем большое спасибо за просмотр и до скорых встреч